Ты нищий духом Вы знаете, друзья, что Библия говорит или описывает разное состояние Духа. Например, в Писании мы встречаем, есть сокрушенный Дух, есть такое состояние. Есть нищий Дух, об этом тоже написано в Библии. Есть твердый Дух, это тоже состояние, которым написано в Библии. И, логично, значит, есть и слабый Дух. И вопрос сегодня ко всем нам, какое же твое состояние Духа сегодня? Ответ «не знаю» — это тоже возможный ответ. Помните, Иисус Христос когда-то сказал своим ученикам, «Вы не знаете, какого вы Духа». А они были уверены, что знают. Ученики — не просто такие далекие люди, близкие, последователи Иисуса Христа, как и мы с вами, верующие, все, кажется, духовные, все знаем. А Иисус им сказал, «Вы не знаете, какого вы Духа». И вот сегодня об этом состоянии Духа мы с вами и поговорим вместе. Давайте прочитаем Матфея, 5 глава, с 3 по 11 стих. Вы можете следить на экране, я читаю из нового перевода. Блаженны, блаженны нищие духом, потому что им принадлежит небесное царство. Блаженны плачущие, потому что они будут утешены. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Блаженны те, кто ощущает голод и жажду по праведности, потому что они насытятся. Блаженны милосердные, потому что к ним будет проявлено милосердие. Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими. Блаженны те, кого преследуют за праведность, потому что небесное царство принадлежит им. Блаженны вы, когда из-за меня люди оскорбляют, преследуют вас и говорят о вас всякую ложь. Это знаменитая Нагорная проповедь Христа, одна из первых проповедей Иисуса, очень важная, очень богатая, глубокая. Представьте себе, за одну минуту я сейчас вам прочитал проповедь самого Господа Иисуса Христа. Можно сказать «Аминь», идти домой и просто размышлять, вникать. Каждая строчка, каждый стих наполнил глубоким смыслом и важными, полезными уроками для всех нас. Итак, друзья, первое, что хочется нам исследовать, это к кому эта проповедь была направлена. Она подходит и верующим, и к неверующим. Во-первых, эта проповедь сильно освещает вопрос спасения. Каким образом мы приобретаем или получаем спасение? Здесь Иисус Христос подчеркивает, потому что Его слушали разная категория людей, и слушали и фарисеи, и богобоязненные вроде бы люди, религиозные люди. И именно Он пытается донести через эту проповедь, что спасение, оно не зарабатывается делами, ни твоей моралью, ни даже исполнением закона. А фарисеи в то время именно на это делали акцент или упор, что именно исполнением закона, именно так, они смогут угодить Богу. Но Иисус Христос подчеркивает, что именно вот это наша нищета, что мы сами не способны сами себя спасти, себя изменить, себе помочь, сами чего-то достичь. Именно только Иисус Христос. И когда мы осознаем вот это нищее состояние, беспомощность, что без Бога мы никто и ничто, вот это нас ведет к спасению. Что только через Иисуса Христа и призыв каждому, кто еще слушает эту проповедь онлайн, кто не знаком с Богом, не верит Ему, прими Господа Иисуса Христа как твоим личным спасителем. И в этом есть блаженство. Блажен по-другому значит благословен. Значит, эта проповедь подходит и к неверующим людям. Но с другой стороны, эта проповедь обращена в первую очередь к верующим людям. Обращаю ваше внимание на то, что Иисус Христос сказал «Блаженны вы, когда будут возгнать за имя Мое». Здесь очень ясно выражена мысль, что это люди, которые уже готовы страдать за имя Иисуса. Дальше написано в контексте, ниже написано «Вы соль земли, вы свет миру». Это люди, которые уже поверили, приняли Христа, уже называются верующими людьми. Значит, вот именно к нам, к верующим, большинство, которые присутствуют здесь, направлены эти слова Иисуса Христа. Христос очень ярко говорит о внутренних качествах. Говорит о кротости, смирении, милостивые, миротворцы, люди, которые не только любят мир, но творят мир, приносят мир, чистые сердцем. Вот эти внутренние качества, которые очень ценны в глазах Бога. Интересно заметить, что в этом списке блаженств по приоритетам, там много перечисляется, по приоритетам первое стоит нищее духом. Самое главное, самое первое, на что Христос обращает внимание, это на состояние твоего духа. Дальше все остальное тоже важно, но почему-то первое – это блаженны нищие духом. Интересно, нищие или нищета – почему такое сравнение? Нищета вообще – это что-то негативное, отрицательное, непривлекательное, унизительное, как будто показывает наш недостаток, как вот это негативное может быть благословением. На первый взгляд оно даже как-то непонятно, парадоксально звучит. Как это может привести к позитивным результатам? Вот именно об этом сегодня мы с вами и поговорим. Речь не идет о том, что мы должны иметь низкую самооценку. Это не значит, что твое духовное состояние плохое, что ты не имеешь никакой ценности, ты ничтожество. Нет, наоборот. Нищета духа – в этом есть благословение. Как это работает на практике, мы сегодня попробуем разобраться. Первое, на что мы обратим с вами внимание, о каком духе идет речь. Написано «блаженный нищие духом». От дух духи бывают разные. Я хочу здесь уточнить, что здесь не идет речь о духе святом. Здесь идет речь о духе человеческом, о нашем. Во всех переводах здесь слово «дух» написано с маленькой буквы. «Блаженный». То есть это не Божий дух, а именно наш дух. То есть состояние нашего сердца. Наше самое сокровенное, самое глубокое, вот это духовное, внутренняя составляющая человека. Что же значит «блаженный духом»? В новом переводе, на следующем слайде вы прочитаете, это значит «блаженный, осознающий духовную потребность в Боге». Не просто «знающие», а осознающий до мозга костей. Каждая клеточка осознает, насколько я нуждаюсь в Боге. Итак, первое значение для тех, кто записывает, что значит «нищие духом» — это осознание своей нищеты. Сила воли — это хорошо, дисциплина — это хорошо, тренинг тоже может быть полезным, все это нужно, это твоя доля или час ответственности. Но нищий, он понимает, что он очень мало чего может добиться сам. Это осознание для нас верующих, что без Христа я не могу не грешить. Без Христа не могу. Без Христа не могу стать лучше. Без Христа не могу иметь плод духа. Не могу быть более терпеливой. Сколько бы ты ни обещал, сколько бы ты как-то там себе не заставлял, мы сами не можем. Написано «тот, кто не пребывает на лозе», и дальше написано вывод «без меня не можете делать ничего, никаких перемен в лучшую сторону в плане наших качеств, духовных ценностей, мы никак не можем без Христа». Вот что значит осознание этой нищеты. Не наши знания, не наши только усилия, хотя это тоже стоит. Это наша часть. Но вот это глубокое осознание нашей нищеты, оно имеет вот это благословение, несет в себе блаженство. Не стоит думать, что я все достиг, я уже духовный, я все знаю, я все понимаю, потому что нищета в себе, преобраз, это пустой человек, готовый принимать. Богатый у него избыток, у него все как бы излишество, у него некуда, он уже не знает, что купить, куда деньги потратить, он уже не знает, как себя баловать. А вот человек нищий, он готов, он пустой, готовый принимать. Он не держится за старые благословения, за старые достижения, хотя в этом нет ничего плохого, но он ищет нового, свежего, он готов принимать. Вот что значит нищий духом. Второе значение нищий духом – это полная зависимость, полная зависимость от кого-то. нищие, они зависимы от кого, кто им даст или поможет. Нищие в некоторых переводах описывается как по-английски такое слово «begger», это как бы попрошайка, который вот на улице находится и просто просит. И вся его жизнь зависит от того, кто что даст, если даст. И вот в этом таком внутреннем поиске и сравнивается наше духовное состояние перед Богом. В любой сфере – здоровье, финансы, перемены в себе – полностью мы зависимы от Господа Бога. Нищий он ничего не имеет, надеется только на милость. Есть такой хороший псалом «Я на милость Твою уповаю, Спаситель мой Господи, на милость, на милость, лишь только на милость Твою». Вот именно вот это состояние сердца в кризис, вот это и есть нищие духом блаженные люди. Мы понимаем, что без Бога я просто банкрот. Третье, что означает нищие духом, это ежедневный, постоянный поиск пропитания. Это то, чем живут нищие люди. Каждое утро ты встал, и у тебя одна цель – найти хлеб, пропитание, кто что даст, или монету кто кинет, или хлеба даст. Для нас преобраз – это постоянный, регулярный, ежедневный поиск взаимоотношений с Богом и духовного питания для своего духа. Нищий духом верующий не может быть нищий духом только по воскресеньям. Задумайтесь над этой мыслью. Мы иногда приходим к Богу, как будто бы мы такие нищие духом в воскресенье, а в понедельник мы такие богатые, во вторник мы тоже богатые, а в среду чуть-чуть меньше стало, но мы все равно нормально себя чувствуем. Но люди нищие, они же не живут. Так раз проснулся – о, воскресенье, ну пойду попрошу, а в понедельник пошел на работу. Вот это постоянное, регулярное осознание. Если человек пропустил вот это время с Богом, devotions, утром или вечером, то он за этим скучает, он тоскует, он понимает, что от этого зависит все его состояние, его жизнь, он полностью от этого зависим. Он не может без этого долго протянуть. Четвертое или пятое, что означает «нищие духом» – это состояние такое, как дети. Написано в Библии – будьте как дети. Дети, они доверяют родителям. Вот мы вот ездили сейчас вот в поездку, и у нас в самом теплом штате Америки в Аризоне поломался кондиционер. Вы прямо аж заулыбались. Не знаю, порадовались за нас или посочувствовали. Но вот у некоторых, кто слышал эту историю, спрашивают, ну а как же дети? Как же вот они? И вы знаете, как они? Они так хорошо спали. У них вообще голова не болела. А как мы будем ремонтироваться? А где? Папа решит все проблемы. Это его проблемы. А сколько это будет стоить? Это папины проблемы. Они хорошо спали. Вот это вот состояние детей. Написано, будьте как дети. Они доверяют. Прошел день, второй, проблема не решилась. Но они знают, ну там папа занимается, у него все под контролем. Вот это состояние доверия. Никогда они не мучают, не мучают себя мыслями, переживаниями. Вот это тоже, в этом есть блаженство. Оно иногда нам только снится. Покой нам только снится. А иногда и покой не снится, потому что не спится. А вот это вот блаженное состояние духа, нищее духом. Дети, вы знаете, они не боятся просить мороженое по 10 раз на день. Они не боятся просить. В простоте приходят и просят. А еще в чем состояние блаженства, что дети, как и нищие, дети, они не претендуют на то, что они все знают. Правда, взрослые мы думаем, мы знаем. А дети, они не боятся, готовы учиться. Готовы учиться. Матфея 11, 25, написано, Господи небо и земли. Ты утаил сие от мудрых, духовных, разумных и открыл то младенцам. В новом переводе написано, открыл все просто сердечным, простым людям, нищим духом. Иногда мы читаем Слово Божие или слушаем какую-то проповедь и думаем, удивляемся, почему ничего нового не открывается. Потому что слишком умный. Мы, бывает, слишком все знаем, все понимаем. Это зависит от твоего состояния духа. Если приходишь к Богу с такой нищетою, Господь, я нуждаюсь в хлебе, свежем хлебе. А когда у нас нету этой жажды, когда мы не ставим себя в позицию, Господь, я нищий, я от Тебя завишу полностью, в Тебе нуждаюсь, на милость опираюсь, то тогда написано утаил, скрыл. Интересно, да? А младенцам простым открыл. Как важно, вот в вопросе откровения мы так часто ищем. Блаженны нищие духом. Еще, что значит нищие духом, это у них главный приоритет и фокус не меняется. Каждый день, каждое утро, из года в год, какие у них приоритеты? Поиск хлеба, питание. Приоритеты, главный остается главным. Есть, друзья, разница между нужда и прихоти. Или хотелки, так по-народному можно сказать. И часто здесь мы иногда бываем запутываемся. Мы вроде бы так хотим, такого важного. А на самом деле это просто прихоти. Это наши такие желания. Это вообще не нужда. Но мы так иногда из этого разбиваемся, расстраиваемся, разочаровываемся. А вот главные приоритеты у нас в жизни, чтобы для духовно нищего человека всегда будут духовные ценности. питание духа. Это всегда будет приоритетом. Это будет неизменно. Это всегда будет на первом месте. Это будет ежедневно. Это будет постоянно. Нищие люди, они не ждут призыва или какой-то беды. Ну, может быть, пойдете как-то нибудь и выйдете на улицу и попросите что-нибудь. Как-то добьетесь. Ну, как-то надо же добить себе пропитания. Они не ждут никакого призыва. Они сами идут. Часто мы люди ждем, надо, чтобы кто-то приехал. Уже даже не знаем, кто нужно, чтобы кто-то приехал. Правда, чтобы нас как-то так призвал, пробудил, разбудил, поднял, вдохновил. Нищие духом они идут. Это желание, состояние исходит изнутри. Они выходят сами. Они в поиске питания, пропитания. У них приоритеты не меняются. Да, их могут там как-то отвлекать, развлекать, но каждый день у них один фокус питания. Вот как важно для нас христиан понимать, какие преобразы здесь для нас даны в духовном смысле. Иногда христиане, мы как будто стоим более духовные, когда мы попадаем в беду, когда мы заболели, когда финансы душат. Но правда, ведь не стоит ждать какой-то проблемы, какой-то беды. Стоит вот это состояние духа искать, жаждать и просить Дух Святой, открой это мне. Я хочу этого. Если ты сказал, что это блаженное состояние, в этом есть благословение, заметьте, друзья, что это не значит, что сразу все проблемы ваши решились, но тот человек, который внутри имеет, испытывает вот такое состояние, он блажен, он благословен, он живет в другом измерении, будучи еще пока на земле. Еще что значит быть нищим духом, это значит быть духовно голодным или жаждущим. Голодный интересно, что он не перебирает пищей, не сильно перебирает проповедниками. Когда мы читаем Библию, и у нас уже такое настроение, я уже все истории из Библии знаю, слышал разные комментарии, как же Бог может проговорить к тебе лично if you are full of yourself. Иногда мы действительно так думаем, что мы уже все знаем, но когда мы понимаем, что Бог может давать манну, хлеб на каждый день, и каждый день свежую и новую, тогда мы получаем и принимаем и ищем это питание с другим подходом. Как еще можно сравнить нищие духом на практике сегодня я думаю для всех знакомый этот такой пример хочу привести это наши телефоны или соцсети когда вот мы нищие на соцсети или на телефон как это работает это вот каждый день человек берет из последних сил свой телефон и листает и кажется хочется сказать ну может быть отвлечешься не могу иначе не могу просто утром проснулся и снова так с последних сил достал и снова смотришь и хочется так кричать на весь мир ну хоть кто-нибудь пожалуйста ну поставьте какую-то интересную информацию я без этого жить не могу хочется снова предложить а давайте сделаем параллель с Библией так же к Библии мы относимся каждый день нет иногда мы богаты мы сыты мы там все знаем там уже не так интересно а вот фейсбук ютюб инстаграм ну пожалуйста ну дайте ну хоть на минуточку дайте заглянуть ну хоть на минуточку пожалуйста ну можно хоть без звука полистаю я от этого завишу я просто не могу а можешь прийти в гости и телефон не трогать очень трудно не могу я просто нищий вот это преобраз друзья преобраз вот этого вот этой поиска нищеты ну хоть минуточку ну дайте заглянуть хоть на светофоре проверить и вы понимаете что грех не в том чтобы пользоваться я тоже пользуюсь соцсетями но когда мы говорим у нас нету времени на Библию на главное на основное на жизненно важное тогда это может стать грехом тогда это называется зависимость тогда мы сами себя обманываем вот об этом хочется кричать я об этом очень часто говорю потому что вижу это очень актуальная проблема на всех уровнях и не только среди подростков а даже старшие люди даже старшие люди мы все в этом сегодня варимся от этого иногда сами страдаем поэтому нищее духом нищее на инстаграм оно как-то вот может быть помогает нам понять вот это состояние поэтому друзья пусть Бог поможет нам понять эту истину Луки 1.53 написано алчущих исполнил благ или в новом переводе голодных исполнил благ а богатых отослал ни с чем вот представляете когда человек приходит в церковь открывает библию или дома сам чего-то ищет духовного так вот написано голодных он дает он наполняет а таких вот просто ну говорят читать ну дай почитаю ну дай там verse of the day там посмотрю ну к вот знаете такое вот отношение Богу одолжение там еще кому-то одолжение чувство вины так придавило и так в библию заглянул это же совершенно другое состояние вот почему мы не испытываем вот этого блаженства благословения а наоборот какие-то тяжести как будто мы сами себя пытаемся что-то сделать из себя и сами не знаем чего хотим а библия говорит нищие духом вот они блаженны с другой стороны Бога когда мы не имеем этого голода то противоположное состояние отсутствие аппетита духовного это признак болезни с медицинской физически это для нас всех знакомо также и в духовной сфере когда у нас нет этого желания стремления к слову к чтению то тогда друзья это тоже признак какой-то духовной болезни многим верующим иногда неинтересно читать Библию иногда просто чувство вины только давит но должно же быть не так в взаимоотношениях с Богом и Бога мы видим в этой параллели блаженный нищие духом привлекает наша слабость наша нищета в духе есть такая песня по-английски I surrender то есть я сдаюсь вот когда я перед Богом сдаюсь а иногда бывает мы смотрим на других так с презрением и думаем какие дети невоспитанные а я хорошая мама а я муж хороший а я смогу воспитать своих детей ох какие верующие это верующие вот я верующий то написано в Писании для нас друзья что нищие духом они так о себе не думают Псалом 126 говорит если Господь не созиждет дома напрасно трудишься если Господь не сохранит то напрасно сигнализацию поставил понимаете да мы можем делать это нормально делать какие-то усилия принимать какую-то делать свою ответственность но мы должны понимать что если Господь не поможет в воспитании детей если Господь не сохранит если Господь не даст себе благословение в бизнесе если бы не Господь если бы не Бог то не дай Бог вот это состояние нищие духа перед нашим Господом с другой стороны друзья написано филиппийцем 4.13 я все могу все могу звучит так кажется дерзко нет в укрепляющем меня Господе снова полная зависимость от Бога в укрепляющем меня Иисусе Христе нищие духом это стиль жизни понимаете это не одноразовый порыв такой знаете всплеск эмоций а потом пропал нищие они не делают из этого показуху хотя иногда могут притворяться но иногда кажется как будто бы мы хотим стать верующими нищими духом на два часа а потом мы такие ведем себя как будто мы богатые духовно но Писание призывает нас к другому состоянию нищие духом они будут искать уединение с Богом они не будут бояться унижаться они будут как-то даже отделяться выделяться их будут как-то некоторые считать странными почему они постоянно вот это все Бог как Бог даст будет ли Божья воля если Бог даст если Бог позволит вот это вот нищее состояние полная зависимость от Бога но часто мы думаем что я и имею и у меня и есть и я могу и так далее сегодня как будто современные верующие они самодостаточны богаты самоуверенные материальные для многих из нас сегодня когда мы смотрим вокруг религия это просто дополнительный круг общения и развлечения для наших детей можно повторю религия сегодня для современных верующих встает как дополнительный круг общения why not ну и развлечения для детей но нищее состояние духа это намного глубже это больше это больше чем просто какая-то мертвая религия противоположный образ нищего в духе это когда человек не нуждается в Боге не видит необходимости у меня все и так неплохо получается духовные ценности мы не против но это не есть приоритет в нашей жизни хочется чтобы каждый себе сказал правду противоположный нищему духу это когда человек сам себе начальник он не признает или признает Христа Господом но не живет как будто Христос его Господь Бог Босс Господин не ищет его воли в Писании написано о времени что не будьте нерассудительны но будьте мудры дорожите временем и дальше написано Ефесянам познавайте что есть воля Божья вот в этом отрывке главная тема это время и Писание предупреждает будьте осторожны как вы распоряжаетесь временем и в чем же мудрость знаете в чем мудрость по мнению Бога это когда человек каждое утро встает и ищет волю Божью написано но познавайте дорожите временем дальше объяснение как узнавайте спрашивайте ищите волю Божью каждое утро проснулся Господи вот мои планы вот мои планы на день вот мои мечты вот мои нужды вот что я Господи сильно жду от Тебя Господи но Твоя воля да будет Твоя воля познавайте в чем есть Твоя воля вот в этом мудрость по мнению Бога время и Божья воля в этом мудрость как часто когда мы молимся как часто мы добавляем Господи если есть на то Твоя воля или да будет Твоя воля противоположное нищему духу это человек самодостаточный он кажется настолько духовный ему даже не надо церковь не сильно надо конференции ему не надо общение с верующими наоборот он на них только притыгается и соблазняется вот у нас в городе в церкви происходит 4-3 конференции в год минимум и часто наши местные люди из нашей церкви не идут со всей Америки приезжают люди как вы думаете вопрос почему занятость я думаю нет это противоположное нищему духу когда человек нищий он бежит он идет он ценит каждой возможностью каждым вот этим собранием верующим он ищет хлеба питание он отставляет в сторону дела поэтому друзья хочется сказать это с любовью ко всем нам давайте будем дорожить этим давайте будем ценить давайте не будем впадать в состояние присыщенности такое духовное разжирение но блаженный нищие духом которые ценят идут бегут иногда бывает человек может в таком состоянии кажется ну легко пропустить церковь хотя понятно что можно иметь или как скажем главное иметь отношение с Богом личное и дома это можно но иногда по любой мелочи по любой таком устал голова болит и уже все легко пропустил отменил собрание я помню я помню мой отец для меня это большой пример кто помнит его историю когда он болел он воскресенье был в церкви а в четверг умер вот это вот состояние понимаете нищий духом уже еле 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 уже даже не может ходить вот это вот состояние нищий духом он всегда будет ценить и дорожить любой возможностью иногда друзья мы можем впадать в состояние самоправедности хотел бы обратиться ко всем верующим ко всем тем кто читает библию каждый день кто считает себя духовным кто смотрит на других с таким сожалением что такие люди сегодня плотские вот к вам к духовным хочется сказать будьте осторожны самоправедность иногда воняет специально сказал такое слово плохое да друзья да это опасность и я тоже попадаю под эту раздачу да друзья иногда бывает такая самоправедность смотрим на всех ай-яй-яй какие же люди плотские какие плотские просто аж ну как-то аж хочется всех привести в чувства а иногда от такой духовности тошнит других окружающих смотрят на нас и мы рассказываем какие нам откровения бог посылает какие мы как мы как мы там летаем как мы духовно на высоте и ты слушаешь и чувствуешь себя а ты в аду ты просто такое ничтожество тебя это не к богу привлекает а ты просто когда вот как-то аж аж не хочется общаться с такими духовными вот это самоправедность это противоположное нищему духу а вот нищие духом они привлекают вот их духовное состояние там свет там сладкое там вот хочется с ними посидеть рядом вот пообщаться вот это состояние духовное они не так там критикуют всех там налево направо думают у них так все в порядке это совершенно другое внутреннее состояние нищие духом друзья они не перебирают сильно проповедников вы знаете как мы идем на конференции сегодня кто знает как один из вопросов какой кто спикер а алекс ну я не пойду вот вам современные нищие духом поняли как мы выбираем я говорю мы потому что мы же современные верующие мы кто спикер вот нищие духом а нищие духом а-а там ожидается от другого источника а мы от спикера сегодня ожидаем конечно это нормально искать чего-то лучшего слава богу что у бога есть люди которых он употребляет и мы ищем этого питания духовного это нормально но иногда бывает проблема у нас сокрыта глубже которую мы не видим иногда человек просто не идет сегодня не бежит в церковь на общение к верующим ему не нравится то проповеди то пение то музыка ему сколько всего не нравится ты поговоришь с человеком и ты чувствуешь себя отравленным хотя он верующий со стажем верующий ему подходят разные названия он и бубнит и иногда бунтует он недовольный он негативный он обиженный он разжиревший все названия подходят кроме нищий духом опытный со стажем верующим я думаю вы таких встречали они так хорошо знают писание но многих сегодня нет нищие духом это люди понимаете вот другого состояния кому-то не хватает духовности благодати и тоже кажется нищие духом они не говорят об этом с презрением они не унижают они наоборот молятся о том чтобы эта благодать пришла они поддерживают они всегда там на молитве где кажется там на молитве мало благодати там дух не действует а почему тебя там нету может быть как раз ты придешь и вот как раз и задействует как только ты придешь начнет действовать Божья благодать а тебя нету то не действует видите как оно все у нас в жизни запутано как оно все перепутано Христос говорит блаженны, благословенны нищие духом. Сегодня, друзья, к сожалению, бывает, что современные верующие мы нищие духом только один раз в неделю. Максимум воскресенье. И то, чем более мы стоим нищие духом, чем служения стоят короче и короче. Вы понимаете, да? Чтобы не утомить, не переутомить нищих духом. Они же нищие. Чтобы не перегрузить. Нужно, чтобы было шоу, красивое. А то больше не придут. Если не будет лампочек красных и синих, не придут больше нищие духом. Комфорт на самом высоком уровне. Сегодня даже можно не напрягаться и идти в церковь, потому что YouTube есть дома. А вы никогда не задумывались, почему Моисей построил скинью, написано, вне стана. Вот все для народа, все для людей. Почитайте. Построил скинью вне, то есть за. Вот люди все здесь, а скинья нужно пройтись. без кондиционера, по жаре, по песку. Нужно туда дойти. Как вы думаете, почему все для народа? Нищие духом пойдут. А самодостаточные посмотрят сдалека, они не против скини. Даже прострут руки и благословят ее. Вот понимаете, нищие духом поиск, поиск. Нужно оставить свою рутину, оставить свои дела, выйти из стана, прийти к Богу, и только голодные туда придут. Сегодня у нас, у современных нищих духом нужно только кнопочку нажать, и вот тебе служение. проповедник говорит кнопочку нажал, выключил его. Говорит, говорит, выключил, переключил. Кажется, все для нас на высшем уровне. Кажется, уже комфорт, но куда можно больше. И то, друзья, мы иногда не те кнопки жмем. Правда? И то, не тем иногда питаемся. Хотя кажется, все только взмахом вашей руки. Еще один пример из Нового Завета. Интересно, почему Иоанн Креститель проповедовал в пустыне? Какие приятные условия для евангелизации? Вы не думали? Все для людей. Пустыня. Я только с Аризоны недавно, а то я чуть-чуть понимаю, без кондиционера, Аризона, пустыня. Нужно туда дойти без машины. Вы же понимаете, пешочком нужно топать. И туда нужно прийти, послушать проповедь, и там можно креститься. Ай-яй-яй-яй-яй. Иоанн, Иоанн. Снова вопрос звучит, зачем такие условия? И снова же возвращаемся все к первоначальному. «Блаженны нищие духом, голодные на истину. Они пойдут в пустыню. Самодостаточные не пойдут, будут благословлять. Не пойдут. Подумают, куда пойти. Будут узнавать, кто спикер. А вот там нужно было, друзья, снова оставить какую-то рутину, пройти через жару для слушания проповеди и там креститься. А современные верующие сегодня нам на блюдечке подносят духовную пищу. Пальцем только нажми. И то мы иногда, как мы признаем, жмем иногда не те кнопки. Видите, друзья, как вот для современных верующих нищета духом сегодня актуальна. Как мы можем впадать вот в это общество и растворяться. Вот не зря Христос говорил, друзья, кто жаждет, иди ко мне и пей. Жаждущие, голодные. Христос, заметьте, не просто там, а именно выделяет жаждущие, голодные, идите ко мне. Вот эта категория людей никогда не уйдет разочарована. Никогда не уйдет пустая, никогда не уйдет голодная, никогда не скажет, что сегодня было мало или там плохо, или недостаточно, или проповедь, или пение. Он пришел, жаждущий, голодный, всегда получит. Другие будут удивляться, ну, так что такого, ничего особого он не сказал там, никакого, ничего особого не чувствовал никто. А он ушел, такой довольный, потому что голодный, нищий, нищий, крохи подбирает, а присыщенные они так перебирают. Вот, друзья, блаженный, благословенный, нищие духом. Вот что для нас сегодня важно, вот это именно состояние духа. Псалом 50, написано, 19 стих, жертва Богу дух сокрушенный. Внимание, это жертва Богу. Это не только твои финансы жертва Богу. Это жертва, когда твой дух сокрушенный. По-английски написано broken spirit. В этом есть жертва. Дальше написано сердце сокрушенного или смиренного ты не презришь. Боже. сокрушенный дух, смиренное сердце. Вы никогда не думали, что собрание верующих, результат проповеди часто зависит от состояния твоего духа и сердца. А мы были уверены, что только от проповедника. Я так всегда думал. Да, есть и там своя доля, но вот написано в Писании, что Бог Он никогда не будет пренебрегать. Голодные эти люди не уйдут. Сокрушенные в духе, смиренные в своем сердце. Постоянный поиск нищие духом это люди, которые имеют постоянное общение с Богом. У них приоритеты, духовные ценности на первом месте неизменны. У них всегда поиск питания для духа, поиск откровения, полностью зависимый от милости Божьей. Вот это нищие духом люди. Кто-то читает больше Гугл, а кто-то открывает Библию, он знает, что там есть источник. Кто-то читает больше книги, да, это полезно иногда, но кто-то понимает, что все зависит от Бога. Кто-то просто сдался в браке, в бизнесе, в жизни, в отношениях, а кто-то в нищете духа приходит к Богу, понимает, что именно вот это состояние может что-то изменить, в первую очередь во мне и в моих взглядах на эту ситуацию, потому что я полностью зависим от Бога. Вот, друзья, что для нас важно быть нищими духом. В нашей молитве сегодня я хотел бы, чтобы мы все пришли к Богу сейчас именно с таким положением сердца. В этом же стихе написано во второй части блаженный нищие духом, потому что их есть Царство Небесное. Интересно, что это значит? О каком Царстве идет речь? И как это на практике работает? Вот об этом мы с вами поговорим в следующий раз. А сейчас я приглашаю всех вас, друзья, прийти к Богу в этом состоянии нищеты. Вначале поговорить самим с собой и сказать Господь, правду скажи себе, нищий ли я духом? Или я часто самодостаточен? Духовная ценность это не мой приоритет? Или же сказать Дух Святой помоги мне жить так. Я хочу испытывать, переживать вот это блаженство, нищета духа. I want, I desire to be poor in my spirit. I need you, Lord. I seek you, God. Давайте мы встанем для молитвы. Аминь. КОТЕЛИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok